Почему кадры в агентствах недвижимости надолго не задерживаются, и как этого избежать, профессия агента по недвижимости окружена привлекательным ореолом мифов. Считается, что стать риэлтором может любой человек, а все, что от него требуется, это умение молоть языком. Другое популярное заблуждение касается сверхприбылий, которые получают сотрудники агентств недвижимости, мол одну квартиру продал, и можно слать привет из солнечного боли менее удачливым соседям. Между тем, абсолютное большинство риэлторских агентств находится в постоянном поиске сотрудников. Как же это происходит? Почему на такое вкусное место не стоят очереди желающих? Попробуем разобраться с ситуацией изнутри. Секреты профессии открывает Нижегородское агентство недвижимости Владис. Кто становится риэлторами? Как ни странно, но риэлтором действительно может стать практически любой. Несмотря на широкую популярность этого вида деятельности, ни в одном университете или колледже вы такой специальности не найдете. В профессию приходят люди со стороны, почувствовавшие настоятельную необходимость сменить рабочее поле, учителя, врачи, продавцы. Подкупают свободный график и огромные зарплаты, которые, по слухам, крутятся в этой сфере. Кроме того, в профессии риэлтора нет ограничений по возрасту, умелым агентом может стать и вчерашний студент и пенсионер. Для успешной реализации в этой области нужно обладать следующими качествами. Отличная коммуникабельность, вам придется все время общаться с самыми разными людьми, понимать их запросы и боли, выстраивать диалог, отметать их сомнения, убеждать и так далее. К каждому придется найти индивидуальный подход. Психоэмоциональная устойчивость, каким бы общительным ни был риэлтор, а среди клиентов и собственников жилья попадаются не самые приятные личности. Кроме того, профессия риэлтора с точки зрения клиента натуральная Абиралова. Наши люди напуганы байками о черных риэлторах и все свое недоверие и стресс будут вымещать на сотрудники. С этим надо суметь бороться, не пуская внутрь. Уровень образованности и способность к обучению. Риэлтору приходится усваивать огромный объем информации. Касающиеся качества жилья, особенно если речь идет о новостройках, застройщиках и потечных программах, юридических особенностях оформления разных сделок. Малообразованный агент не сможет долго сохранять конкурентоспособность. Существуют курсы, семинары и тренинги, где учат работать с возражениями клиентов, вести переговоры с собственниками, отмечать выгодные стороны того или иного объекта недвижимости. Однако все эти учебные мероприятия рассчитаны в основном на людей, которые уже поварились в профессии. Новичкам же приходится учиться сразу в полевых условиях на собственных и чужих ошибках. И это становится первой ступенью, которую получается преодолеть далеко не у каждого. Надо отметить, что агентство недвижимости Владис в этом отношении предлагает практически уникальные условия. На базе нашего агентства существует учебный центр, где по специально разработанной программе новичков обучают о зампрофессии. Затем, закончив теоретический курс, они направляются в инкубатор, где под руководством опытного руководителя постигают практические навыки и заключают первые сделки. Сказки о зарплатах риэлторов Миф о гигантских зарплатах риэлторов – один из самых живучих в отношении этой сферы деятельности. И нельзя сказать, чтобы он был безосновательным. Опытные риэлторы могут получать вдвое-втрое и даже больше средней зарплаты по Нижнему Новгороду. Однако не все так просто. На блюдечке с голубой каемочкой деньги никто не принесет. В большинстве риэлторских агентств практикуется сдельная оплата труда, в народе известная, как «Сколько потопал, столько полопал». Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Иными словами, сотрудник должен не только сам найти себе сделку, но и поделиться с агентством, в результате ему остается 30-50% от прибыли. При этом, если агентство берет 2-6% от стоимости объекта недвижимости, то риэлтору на руки достается весьма неплохой куш. Но крупные сделки случаются не каждый день и даже не каждый месяц. Многим такое положение дел кажется нечестным. Работает риэлтор, а кусок прибыли отхватывает агентство. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В агентстве недвижимости Владис эта комиссия идет на создание улучшенной рабочей атмосферы. У каждого риэлтора есть свое рабочее место с необходимой техникой, есть столовая, есть бесплатное обучение, оплата спортзала. Бонусы и поощрения, а также множество других преференций, которые очевидны сотрудникам и делают их труд проще и комфортнее. Миссия компании звучит как «Любовь к клиентам через заботу о риэлторах». Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Иногда случаются провалы. Риэлтор тратит время на показы, подыскивает целую цепочку покупателей, день и ночь находятся на связи, а сделка в последний момент по каким-то причинам срывается или вовсе уходит в другое агентство. Такой облом расстраивает, демотивирует и нередко становится причиной срыва – все бросить и пойти пытать счастье в другом месте. Не каждый в состоянии после падения встать, отряхнуться и снова карабкаться к вершинам мастерства. В некоторых агентствах начинает внедряться система окладов. Сотрудник получает минимум в размере 10-20 тысяч рублей, а прибыль от заключенных сделок становится его премиальной частью. Новые технологии на страже спокойствия. Спасением от психоэмоциональной нагрузки становится упрощение риэлторского труда за счет применения современных технологий. Одним из самых популярных и удобных решений становится внедрение CRM-системы. Озвучено Яндекс.Спичкит. Эта система позволяет Сформировать единое информационное пространство в агентстве, где сотрудники смогут коммуницировать, сразу видеть, где какие объекты предлагаются, какие акции, нововведения и другие важные сведения. Риэлтору больше не нужно держать в голове информацию по каждому объекту или носить с собой объемные ежедневники с записями. Все данные есть в CRM, а доступ к ней осуществляется через смартфон. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Прежде чем организовать показы, риэлтор может предложить клиенту ознакомиться с объектами в электронном виде по фото и описаниям. В CRM можно делать пометки о том, что клиента заинтересовал тот или иной объект, и другие риэлторы не будут его предлагать своим клиентам. Это позволяет избежать ненужной конкуренции и споров в коллективе. В CRM рассылаются новости компании и предложения. Проходит информация о зарплатных бонусах. В ней же можно составлять отчетность и делать множество других важных дел, которые раньше требовали систематизации времени. Таким образом снизить текучку кадров в агентстве недвижимости можно за счет организации централизованного обучения, внедрения современных технологических решений и создания гибкой зарплатной политики. В агентстве недвижимости Владис успешно применяются все эти решения, поэтому мы с гордостью можем похвастаться постоянным приростом количества сотрудника и минимальной текучкой. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала «Риэлтерские технологии». Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.